Всем привет! Меня зовут Александр Лютиков и сегодня мы говорим о том, как в Екатеринбурге решили делать большие бои по правилам ММА. Отец и сын Титовы почти 20 лет проводят на Урале боксерские вечера, а с недавнего времени начали развивать еще и смешанные единоборства. Вместе с владельцем русской медной компании Игорем Алтушкиным, чье состояние Forbes в 2017 году оценил в 2 миллиарда долларов, они основали RCC Boxing Promotions. На ринге этой промоутерской компании в один вечер могли подраться Денис Лебедев по правилам бокса и Иван Штырков по правилам смешанных единоборств. Теперь RCC в год планирует проводить 4 крупных отдельных турнира по ММА и 8-10 по Мельче, поскольку смешивать бокс и ММА отныне запрещено. Промоутер Алексей Титов расскажет, чей это был запрет, о чем были переговоры с Федором Емельяненко и когда Иван Штырков начнет драться за пределами Урала. Я вот тоже слышал, что было условие, что одновременно с боксерскими боями вы не должны проводить бои по ММА. Новое руководство Федерации бокса сейчас не разрешает одновременно с боксом проводить другие виды единоборств. Поэтому мы разделили мероприятия на два формата. Есть профессиональный бокс, есть теперь ММА-клетка. Но это создало вам проблемы или наоборот как-то... Да нет, не считаю никаких проблем. Все равно это такой более логический этап уже формирования промоушена. Бокс должен быть боксом, ММА, ММА. Очень много бойцов ММА просится поучаствовать, поэтому мы всем отказывали, не могли в полной мере удовлетворить их потребности, участия в поединках. А сейчас, когда будут свои полноценные шоу, можем уже приглашать бойцов, смотреть их, лучших подписывать и вести развитие своего промоушена, делать такую же лигу РССС со своими поясами, со своими рейтингами. А как вам объяснили в Федерации бокса, почему вы не можете проводить одновременно? Это просто новый регламент, новое руководство пришло и новый регламент подписали, что это больше невозможно. А вы пытались как-то донести, что у вас уже сложившиеся турниры, все привыкли, что на РССС все смешано? Не только мы, но несколько промоутеров российских говорили, что это наоборот не минус, это плюс, когда идет смешение, смешивается публика. Нам, как промоутерам, проще продавать билеты на такие мероприятия, то есть приходит публика и ММА, и бокса. Но эти аргументы не были услышаны и попросили больше в таком формате мероприятия не проводить. Но зато у вас появилась клетка, потому что ринг в бою, например, штырков Антонио Сильва немножко помешал. Да, клетка появилась, я тоже считаю, что это плюс. Плюс, конечно, с первых рядов не очень удобно смотреть и через клетку, и углы вот эти мешают. Но зато сверху клетки просмотр идеальный, с трибун. Уже пошла новость о том, что вы хотели бы на лето бой Федора Емельяненко. Насколько это реально, скажите? Или это просто ваша идея, которая у вас появилась? Нет, предварительно такие переговоры на самом деле велись у руководства непосредственно с Федором. Федор приезжал сюда в Екатеринбург в гости и такой вопрос обсуждался. Но это было еще до объявления турнира «Беллатор». Сейчас, я думаю, что правильнее бы было к таким переговорам, к основательным, уже вернуться после боя в апреле. То есть, когда бой в апреле состоится, можно будет поговорить о том, когда следующий, дай бог, Федор выиграет, и когда у него следующий полуфинальный поединок. А я от этого уже оттолкнуться, будет ли иметь он возможность выступить в июле или нет. Но у нас не только Федор вариант на бой в июле. Это может быть и большой боксерский поединок с участием Саши Поветкина или Сергея Ковалева. Вот Камил Гаджиев говорил в 2016 году, что Федор заслуживает больше полутора миллионов долларов за бой в сегодняшней своей форме, в сегодняшнем своем статусе. Вас эта сумма не пугает? Нет, я абсолютно согласен с его словами. То, что человек такого уровня, и на самом деле легенда смешанных единоборств, легенда вообще для каждого россиянина, его все знают. Я считаю, что это именно та сумма, о которой стоит разговаривать. Ваш фирлайнер Иван Штырков сейчас ушел в 93 килограмма. Федор никогда не дрался по правилам ММА с бойцами из России. Я просто хочу проговорить вариант с боем Штырков и Емельянин. Нет, точно невозможен. Сам Ваня такого боя не хочет, мы такого боя не хотим. Ну и, конечно, разница в категории. Все, Ваня окончательно спустился в 93 килограмма. И, ну, что-то, ну, такое реально большое должно его заинтересовать. И лимит по весу не должен, конечно же, хотя бы 110 килограмм превышать. Если что-то будет интересное, реально в тяжелом дивизионе. Ну, так все, он в полутяжа. Ну, просто, если вернуться к Федору, у Федора вес 106 килограммов обычно. Ну, бой с Федором, ни с Федором, ни с Сашей Емельянинкой, ни с Сережей Харитоновым точно не входят ни в планы, ни даже в интересы. Потому что, ну, эти ребята уже заслуженные, деятели этого вида спорта. Они уже не просто бойцы, а легенды этого вида спорта, российские легенды. И давайте не будем даже думать о таких фейтингах. А вот Федор против Бигфута, интересно было бы? Это да. Вот Федор против Бигфута, это то, как раз, о чем мы, в принципе, и думаем, когда обсуждаем этот бой. Такой матч-реванш, он интересен. Кто следующие соперники Ивана Штыркова? Все, уже контракт на подписании у Маркеса. 31 марта бой за титул РССИ 5 раундов. Штырков Маркес. А Маркес это, вот честно? Ну, это бразилец, посмотрите. Мы смотрели из Файт Матрикса более-менее доступных соперников. По-моему, он входит в топ-75. Все остальные просто выше, они все заняты. Вот. Точно бы мы с кем не смогли бы договориться. Он проводил бой в М1, проиграл... Немкову, наверное. Немкову, да-да-да. Вот этот бой. Вот этот бразилец. Но у него последние 2 победы в Бразилии. Иван, по-моему, 19-й сейчас в Файт Матриксе. Вообще, каким вы видите развитие Штыркова? Он будет дальше бить всех, кого ему привезут на Урал? Или пойдет куда-то дальше? Ну, вот этот вопрос часто комментируют. Почему он там не выезжает с Урала? Ну, есть определенные трудности. Я не буду говорить, какие с его выездом. Они, эти трудности решатся в начале следующего года. Он же служил. Ну, в том числе, да. То есть, вот в следующем году у него откроется выезд. И мы уже ведем переговоры с Беллатером. По поводу того, чтобы он дрался в том числе и там. Но для нас очень интересно бы было, если бы это был обоюдный двухсторонний контракт. Не просто, что это такой же эксклюзив, как UFC. А чтобы это были партнерские отношения. Чтобы он бой мог проводить в России. Бой в Беллаторе. Вот это интересно. Нам также интересно работать вместе с Беллатором здесь, в России. Почему бы нет. То есть, мы обсуждаем как раз плотное такое сотрудничество. Намного шире, чем просто проект Иван Штырков. В гран-при тяжеловесов Беллаторова участвуют в том числе 4 полутяжеловеса. Рассматривается ли возможность, что Иван в 2018 году может стать каким-то запасным в этом гран-при? Нет, даже не рассматривали. Нам вообще нужно пока просто договориться с ними об условиях. Договориться о бое, о каком-то там, допустим, на лето. Чтобы Иван мог съездить, провести сбор в Америке. Чтобы он смог там потренироваться с ведущими бойцами. Ну и провести какой-то поединок. Чтобы можно было реально оценить его уровень именно на выездном бое. Пока Иван еще находится в стадии своего роста. То есть он от боя к бою прогрессирует. От подготовки к бою прогрессирует. Он постоянно учится. Он многому ему дал бой с Сильвой. После которого я считаю, что он вырос. Каждая подготовка у Шлеменко ему много дает. Он растет в ударной технике. Хороший бой с Циши прошел. Ну понятно, что вот этот вот сейчас поединок с Пумбу безусловно тоже очень полезен. Потому что это высококлассный боец в стойке. Ване именно вот стойки не хватает. Потому что в борьбе он очень хорош. Партер у него очень хорош. Школа самбо. А именно стойку он от раза к разу добавляет. Сколько стоит турнир по ММА? Вот вы, который провели первый турнир. Про финансовые вопросы не хотелось бы говорить. Потому что это коммерческая тайна. Стоит очень дорого. И это неотбиваемые затраты. Мы делаем очень хороший свет на хорошем уровне. Хорошую съемку, шоу. Это что помимо боев. У нас всегда кейтеринг для гостей. То есть у нас очень много затрат, даже не связанных со спортивной частью, которые присутствуют. И мы стараемся всегда от турнира к турниру улучшаться, расти, делать что-то новое. Ну и поэтому соответственно и сметы растут. Вот. Ну, турниры эти, они не окупаемые. Ну вот Вадим Финкерштейн, просто когда я с ним разговаривал примерно год назад, он говорил, что его турнир, ну такой обычный, он стоит ну 1400 долларов. Это похоже на то, что вы потратили? Да, да. Это те деньги, о которых в принципе мы сейчас говорим. На этом все. Вопросы Алексея Тютову задавал Александр Лютиков. Смотрите уже вышедшие видео, например, с Маратом Балаевым и Деннисом Сивером. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новые. Субтитры сделал DimaTorzok